Как выглядит робот-полицейский, зачем стражам порядка беспилотный автомобиль и какие уникальные технические новинки разработали отечественные специалисты? Об этом можно узнать на проходящей в Москве выставке Интерполитех. Российские и мировые разработчики представили средства безопасности, технику и вооружение. Передовые технологии оценил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Подробности в репортаже Марселя Нургатина. Я много чего умею. Например, могу отсканировать паспорт, провести сканирование отпечатка пальцев. Такой робот-полицейский в ближайшем будущем может появиться на наших улицах. В его корпус встроены сканеры отпечатков пальцев и документов. Но главное его умение в том, что он может распознавать лица людей в толпе и вычислять преступников. Робот-промобот в базовой комплектации стоит 1 миллион 200 тысяч, что самая дешевая цена на мировом рынке на данный момент в части именно автономных роботов. А на базе этого КАМАЗа устроен пункт управления и узел связи для работы на массовых мероприятиях и в чрезвычайных ситуациях. Таким образом, из одного места координируются действия силовых ведомств. Оборудование объединяет разные стандарты связи, которыми пользуются полицейские, спасатели, пожарные. В салоне можно комфортно находиться достаточно долго. Внутри установлены отопительная система и вентиляторы. Это и многие другие новинки интерполитеха объединены в рамках экспозиции цифровой полицейский. Ну а если сравнить с аналогами международными? Мы сейчас идем вперед. Вы прямо ответственно заявляете, что наша разработка впереди? Члены правительства, первый вице-премьер Юрий Борисов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев внимательно осмотрели выставку, а также выступили на церемонии открытия интерполитеха. На этой площадке можно познакомиться с основными научно-производственными возможностями предприятий и разработчиков, обменяться новыми идеями с целью создания перспективных образцов, которые и так необходимы нашим правоохранительным органам и силовым структурам для обеспечения гарантированной безопасности государства. В этом году на интерполитех свои разработки представили более 350 компаний со всего мира. Ожидается, что форум безопасности посетят 20 тысяч специалистов. Интерполитех является уникальной площадкой, демонстрирующей возможности интеграции науки и практики. Формат мероприятия позволяет объединить усилия ведущих экспертов, ученых, представителей правоохранительных органов, предприятий, организаций в борьбе с преступностью, в защите национальных интересов. В рамках экспозиции «Цифровой полицейский» посетители также познакомились с беспилотным автомобилем. Он оснащен множеством камер, которые снимают даже сквозь дым. Они автоматически проверяют прохожих, нет ли среди них преступников или номера проезжающих машин. Может, какая-то числится в угоне. Для разведки сверху в комплекте есть квадрокоптер. Одна из интереснейших разработок – это система распознавания лиц. Мы видим у сотрудника полиции специальный видеорегистратор. Он фотографирует меня, сверяется с базой данных в режиме реального времени. Может быть, я нахожусь в розыске. Тут же изображение со всей информацией передается на очки дополненной реальности. Все эти разработки – это без преувеличения новое слово в борьбе с преступностью, отмечают участники Интерполитеха. Многие из них поступят на вооружение в ближайшее время. Марсель Нургатин, Сергей Емельянов, Евгений Ильин, Петровка, 38.